Всем привет из Израиля, из города Нов-Агалель. В канун 7 сентября для всех евреев мира наступил 5782 год от сотворения мира, а через 10 дней наступает Йом-Кипур, или Судный день. Это самый важный из праздников – День поста, покаяния и отпущения грехов. Праздники в Израиле отмечаются по еврейскому календарю, месяцы которого соответствуют лунному циклу. В связи с этим праздничные даты год от года смещаются. В этом году Йом-Кипур наступил 16 сентября. Согласно Талмуду, в этот праздник Всевышний окончательно решает судьбу человека на будущий год и традиционное пожелание звучит так, чтобы ваше имя было вписано в книгу жизни и скреплено печатью. Согласно еврейскому преданию, в этот день Моисей вернулся с горы Синай, где молился о прощении своего народа и принес новые каменные скрижали завета. Первые скрижали с десятью заповедями он разбил, увидев поклонение народа золотому тельцу. Считается, что с этого момента и был заключен союз между Богом и еврейским народом. В этот день действует пять запретов. Нельзя есть и пить, то есть люди уподобляются ангелам. Нельзя мыться, смазывать тело ароматическими веществами. Нельзя надевать кожаную обувь. Запрещена супружеская близость. И нельзя укорачивать ёмкий пур. Он длится дольше 25 часов. Глава города Ронен Плот желает всем жителям Новоголей хорошей записи в книгу жизни. В этот день дороги пустеют. Разрешено ездить только машинам скорой помощи, полиции и пожарной охраной. В Израиле в этот праздник не работают теле- и радиостанции, общественный транспорт, закрыт аэропорт. И установилась традиция, согласно которой дети свободно ездят по улицам и по шоссе на велосипедах. И израильтяне в шутку называют ёмкий пур праздником велосипедов. Интересно, что 22 сентября объявлен Всемирным днём без автомобиля, когда владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Давайте посмотрим, как этот день велосипедов выглядит вживую. Наш путь пройдёт по трассе Ма-Але-Ицхак от района Шхуна-Адзеев до арабской деревни Эйн-Махель. Мы увидим, что дорога в город и на Ар-Юну перекрыта полицией, а дорога из арабской деревни Эйн-Махель открыта. Также открыта дорога номер 6400 в арабскую деревню Кавр-Кана. Вот так пустынно выглядит трасса Ма-Але-Ицхак в 10 часов утра. Вот проехала машина городской полиции. А вот появились уже первые велосипедисты. Мы видим, что дорога в город перекрыта. Вот к посту подъехала машина, гружённая велосипедами. И водителю объясняют, что проезд в город закрыт, но он может поставить машину на стоянке и уже на велосипедах проехать в город. КОНЕЦ Перед нами арабская деревня Эйн-Махель. Население около 16 тысяч человек. Исповедуют ислам. Вокруг оливковые рощи. Говорят, что самые лучшие оливковые рощи находятся именно здесь, в этой деревне, в Эйн-Махель. Мы видим, что дорога на Орюну перекрыта. находится пост городской полиции. Мы видим, что дорога в город перекрыта. Стоит пост городской полиции. А по дороге 6400 на Хайфу и Тверию проезжают некоторые машины, но их очень мало. Стоит пост городской полиции. 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 и началась каждодневная работа. Но учитывая, что этот день – пятница и скоро наступит шаббат, все торопились быстрее закончить дела. И получилось на дорогах настоящее столпотворение. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем желаю хорошей записи в Книгу жизни Кмар Хетима Това.